Уважаемые телезрители, в открытом письме российскому президенту Путину, бывший подполковник воздушной авиации НАТО Йоханн Шольц высказал полное понимание российской позиции в вопросе Украины. Много официальных лиц Германии подписало письмо, которое предупреждает, что противоракетный щит обороны НАТО в Восточной Европе позволяет ей первой нанести ядерный удар по России. Шольц показывает в своем открытом письме также и мотивы, которые побуждают западные власти идти на конфронтацию с Россией. «Политический и экономический подъем России при Путине является для Запада бельмом в глазу», — объясняет он. «Государственное и экономическое укрепление его страны с момента вступления Путина в должность в 2000 году — это истинная причина западной агрессии против него», — пишет господин Шольц российскому президенту. И от имени, поставивших свою подпись, желает ему стойкости и мудрости. Уважаемые дамы и господа, позвольте посредством официальной расстат статистики точнее рассмотреть, насколько укрепилась Россия при Путине с 2000 по 2010 годы. При этом неприязнь Запада к России предстает в новом свете. Воловой национальный продукт вырос на 96,7%, внешняя торговля на 332%, торговый баланс увеличился на 150%, в то время как зарубежные инвестиции повысились на целых 952%. Внешний долг сократился на 83,3%, и инфляция по сравнению с 2000 годом снизилась на 56,5%. Промышленное производство выросло на 47%, зарплаты с учетом инфляции повысились на 142%, и пенсии на 231%. Розничная торговля выросла на 156%, в то время как уровень бедности снизился на 56,6%, а безработицы на 29,2%. Рождаемость России выросла на 41,3%, в то время как владенческая смертность сократилась на 36%, ожидаемая продолжительность жизни выросла на 3,7 года, и количество преступлений сократилось на 10,9%. В конечном итоге количество убийств сократилось на 59%, алкогольных отравлений на 61,3%, и самоубийств на 41,5%. В то время как сегодня Путин все больше демонизируется через западные СМИ, его дела говорят совсем о другом, поэтому сейчас очень важно трезвые факты и компетентные голоса, такие как голос Йохана Шульца, сделать доступными для общественности. Одностороннее освещение СМИ причинило в прошлом уже достаточно бед, поэтому поддерживайте Кляги Маур ТВ, рекомендуйте наши выпуски и распространяйте их дальше. Доброго вам вечера!